Всем привет! Вы хотели освежающих новостей? У нас их есть для вас. Вы знаете, я как бы выбирала новости, которые, ну знаете, там, ну можно, конечно, боевые потери, там, где наступают, где отступают, как издеваются над жителями Мариуполя, который, это у нас теперь блокадный Ленинград, который уже пять раз пытались доехать гуманитарной помощью, но их туда не пускает. Город осажден. Почему он осажден? Потому что украинские войска пока не могут дотянуться до этого города. Ведь российская армия, она как бы блокировала Украину и с юга, и с севера, и с востока, а украинская армия, она еще набирает только обороты. Ну, тем не менее, уже уложила этих пришельцев больше 12 тысяч, там, тысячи в плен сдали. Но я подумала, что, знаете, есть вот такие новости, которые проходят, ну как бы не сказать, что мимо осознания, но вот там бы сказали эту новость, ну ты так ее послушала, думаешь, ну и что это, как это выглядит. Например, вы уже все слышали, что Соединенные Штаты Америки подписали эмбарго на нефть и на получение нефти и газа, вернее, как это, покупку нефти и газа от России. Как это выглядит? Я вот сегодня смотрела видео, в которое я послушала такого специалиста в области вот этой вот нефти и газа, там, Николая Крутикина. Он так рассказывает, знаете, более подробно. Вот эмбарго. Вот что такое эмбарго? Как это выглядит? Вот эмбарго. Как? Что это? Это ж не закрутили там краник где-то, и все, и все стало. Нет. Как это выглядит? Вот он рассказал, а я так понемножечку кое-что записала. Как это выглядит? Значит, в настоящее время Россия имеет 22 миллиона баррелей нефти, которыми, этой нефтью заполнены танкеры. И вот эти танкеры бестолково болтаются в водах Мирового океана, на них нет покупателей. Во-первых, очень многие трейдеры отказались покупать эту нефть, потому что не хотят иметь дело с зачумленной страной, от которой ни платежей не получишь, от которой можно ожидать неизвестно чего, и не хочется ссориться с Соединенными Штатами Америки. Например, объявляются аукционы, а покупатели не приходят. И что интересно с ценами? Значит, после того, как это вот случилась война, цены, конечно, и после того, как пошел разговор о том, что будет эмбарго на Россию, а Россия это значительный поставщик нефти, знаете, газ это постольку-поскольку в Европу, а основной доход России, он идет от продажи нефти. И вот, когда это все узнали, цены подскочили, и цена на баррель, баррель это бочка, потому что это английское слово, баррель, бочка, она так называется, была 130 долларов, но в России нефть не покупали, не только по таким ценам, а даже по таким ценам, которые она предлагала. А Россия предлагала 28-30 долларов за баррель, а никто не покупал. Купила одна единственная компания Shell, она купила по 23,5 доллара за баррель, там какое-то незначительное количество, и потом там целую неделю извинялась, что она это сделала, ну там у нее якобы начинали останавливаться какие-то заводы. Ну, может быть, получили, знаете, что-то получили от России, так как бы без ничего не бывает. Трейдеры не смогут оплатить свою покупку, потому что деньги через систему SWIFT в Россию не проходят. Докеры, докеры не хотят разгружать. Даже если российский танкер войдет в док, докеры его, это, посылают вот туда, по адресу российского военного корабля. То же самое и с сжиженным газом. Причем, вот он рассказал, этот Михаил Крутихин, что сжиженный газ, он идет из России, с Ямала. И на Ямале это разрабатывает вообще и не Россия, а там совершенно какая-то отдельная компания разрабатывает, которая к России там постольку, поскольку. Ну, Россия какие-то получает за это деньги. Так вот, этот сжиженный газ тоже никто не хочет покупать. И эта компания теперь там, не дохода у нее будет, а одни расходы. Дальше. Поскольку нефть, она болтается в танкерах, а из скважин нефть продолжают добывать, а нефть некуда складировать. Поэтому Россия, значит, получается перед таким, как бы, выбором, что делать. То есть, покупателей нету, значит, скважины нужно пробочкой закрывать. Или там, как это называется, консервировать скважины. Или как там это еще может называться. Ой. А потом, поскольку очень много скважин этих, основные скважины, расположены в вечной мерзлоте, значит, это все там замерзает, и потом эту скважину уже разогреть ничем нельзя. Даже если туда закачивать какой-то горячий спирт, эту скважину все равно разогреть нельзя. И нужно бурить новую скважину. Для того, чтобы бурить новую скважину, это новые расходы, это оборудование, это должны быть работники, как-то уже, знаете, оборудования нет, другого нет. И опять, зачем же ее бурить, если ее некому продать. То есть, понимаете, вот я это так послушала, и вот как бы это так, эмбарго там, наложили эмбарго. А вот в чем это эмбарго. Значит, теряются рабочие места. Не продается, никому это нет. А еще, не дай бог, там этот танкер где-то какой-то переломится, разобьется, или еще хуже того, что может быть. Вот, и поэтому начинаются вот такие вот у страны проблемы. Это называется, как он сказал еще, чтобы я не забыла, сокращение добычного потенциала. То есть, если Россия будет закрывать, консервировать эти свои скважины, у нее снизится добычной потенциал, и она уже, даже в случае, если вот война прекратится, и как бы Россия опять станет там, ну как бы, страной, которая там может общаться ее пусть с другими людьми, она уже никогда не выйдет на такой уровень добычи, который у нее был. И в то же время уже Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с другими странами. Они хотят там, значит, снять санкции с Ирана, но там как бы Израиль очень сильно влияет, потому что Израиль не хочет усиления мощи Ирана, у них там свои дела. Тут Венесуэла, у которой этой нефти тоже завались. Ну, есть какие-то проблемы, потому что Венесуэла хочет там каких-то определенных гарантий от Соединенных Штатов, и у них ведь тоже это все там было приостановлено, это тоже надо какое-то время. Вот поэтому сейчас, как бы, цена на бензин такая высокая. Ну, как только заработают, как только решат эти вопросы, с Венесуэлой решат, с Ираном решат, а там еще есть Саудовская Аравия, которая тоже согласилась увеличить добычу нефти. А у нее нет этих, у Саудовской Аравии каких-то бешеных нефтепроводов, которые надо обслуживать. У нее там все рядом. «Подошел танкер в пустыню, запракился и вперед из песни». Поэтому вот так. И вот, значит, считается, что из-за того, что Россия потеряет вот эту вот продажу этих полезных ископаемых, а продажа нефти, она составляет 27% бюджета России. Поэтому я вас поздравляю, россияне. Это, значит, говорит о чем? Это говорит о том, что у вас будет галлопирующая инфляция. Уже сегодня, там, курс доллара написан, там, что-то там, 113-115. А на бирже там продавали, по-моему, уже 200, что-то там где-то я смотрела. Ну, я не сильно вникала в это, так уж сильно подробно. А, значит, что-то там аж по 200 рублей за доллар. Это говорит о том, что ваши деньги, которые вам дадут какие-то пенсии, какие-то там пособия, какой-то заработок, вы ничего на них не сможете купить. Во-первых, цены будут высокие, а во-вторых, и не будет ничего. Все надежды на Китай и Индию. Ха-ха. Китай там сами скупаются продукты. Наверное, все эти видели видео. А Индия не очень будет с вами делиться. Им и самим надо. Их там самих полтора миллиарда. Так вот, пик добычи нефти был в 2019 году. Путин думал, что он поймал Бога за бороду. Ну, он ошибся. И вот такой вот удар по России на 30% бюджета, это значит, вся экономика России упадет на 60%. Ну, этот Михаил Крутихин, он приводил цифры, которые дают экономисты, такие мировые ведущие. Я, конечно, такого там не конспектировала и не записывала. Я просто записала основные цифры. Вот так вот. Это то, что касается вот такого простого слова эмбарго. Вот Венесуэла, она под эмбарго. И вы, по-моему, все видели, как там в Венесуэле, сколько что там стоило. Там что-то, по-моему, курица в миллиардах стоила. Такая была у них дикая инфляция. И я уж не помню, там, что-то там, туалетная бумага тоже там какие-то стоила миллиарды. Рулончик. Так. Дальше. Значит, на... Из-за того, что вот эти вот ушли компании многочисленные, разные, все эти названия, которые вы там можете вспомнить, россияне потеряли уже сто тысяч рабочих мест потеряно. А до конца года, как подсчитывают экономисты, будет девять миллионов потеряно рабочих мест. И будет девять миллионов безработных. То есть, если у вас там считается, что россиян, ну, я не знаю, сколько там, сто сорок миллионов, девять миллионов будет безработных. Готовьтесь. Это вот 330 компаний завершили свою работу. Таких вот крупных компаний в России. Сколько разорится мелких компаний? Еще есть такая свежающая новость. Вот это говорящие... Это... Как он там? Ну, не знаю, сказать... А, говорящие усы. Вот, вот. Путинские говорящие усы, про которых сам Путин говорит, то он всегда пургу несет. Вот так выражается президент большой страны. На его супругу, на него и на его взрослых детей от там, какого-то предыдущего врака наложили санкции. Поэтому теперь Навка, она, вот не знаю, как она, она вроде бы имеет гражданство Соединенных Штатов Америки. Ну, как гражданка Соединенных Штатов Америки, она, наверное, каким-то образом сможет туда попасть, если ей так захочется. А если нет, ну, что, будет там на льду крутиться. В Москве. Зарабатывать деньги. Инстаграм. Там его, по-моему, уже закрыли или закрывают. Вот. Не сегодня, а завтра, а в России. Это восемь, это Инстаграм. По подсчетам Инстаграма 80 миллионов пользователей в России Инстаграма. И вот эти 80 миллионов пользователей в России, они потеряют доступ к Инстаграму. Знаете, для какого-то простого россиянина, у которого там какой-то там телефончик, и он так любит посмотреть там, ну, мужчины, может, любят посмотреть на красивых девушек, которые там попы показывают свои красивые. Там, женщины любят что-то почитать, там, про цветочки, про рукоделие. Все любят новости там посмотреть. И еще что-то. Ну, очень много людей там работает в интернете. Я уже говорила. А Инстаграм, он не так, как Ютуб. Ютуб, вот ты выложил видео, тебя посмотрели, и Ютуб тебе там насчитал какие-то деньги. А в Инстаграме, там они должны вступать в контакт с рекламодателями. А какие рекламодатели? Нет теперь никаких рекламодателей. Ну, свои только какие-то российские рекламодатели. Возможно, что-то там дадут. А куда давать-то? Нету Инстаграма. И как сказали по поводу Инстаграма, что в России больше тысячи блогеров на Инстаграме, у которых было больше миллиона подписчиков. не потеряют этот доход. Спасибо Путину за счастливое такое бытие. Вы этого хотели? Когда приветствовали войну. Теперь я уже прочитала интересную еще такую статью. Значит, ну, знаете, как это? Если я не могу это поймать, так я хоть его обплюю и обхаю. Начали уже появляться статьи о том, например, кофе Стаббакс. Это такие. Это американский бренд кофейный. У нас они тоже тут есть на каждом углу. Значит, теперь уже появилась статья, что там это не кофе, но это такие помои. Там так эти зерна жарят отвратительно. И там вообще это кофе на вкус такое сыркое. В общем, там была вот такая статья. Я так ее читала. Читала и весело смеялась. Это только начало. Потом появится, вот если Макдональдс не как-то в ближайшее время там не регулирует, если вдруг, может быть, все-таки Путин одумается и решит закончить это безумие, то, может быть, Макдональдс сможет вернуться к своей налаженной работе в России. А если нет, о, появятся статьи. И вы сразу поймете, боже мой, чем же вас там кормили столько лет, с 90-го года? Что вас там отравляли, вам такую гадость там продавали, и напитки гадость, и все, что там они продавали, это было такое вредное, а вы это ели, о, это еще появятся статьи. И про одежду, про всякую, про все эти бренды будут их хаять. Ну, на войне, как на войне. Следующая освежающая новость. Соединенные Штаты Америки ввели запрет на весь импорт нефти и газа из России, как я уже сказала, а также на российские морепродукты, как-то крабы, российскую водку и алмазы. Теперь, дорогие россияне, вам все это достанется. Вы будете пить свою хорошую водку, закусывать своими вкусными крабами и ходить в таких восхитительных этих брюликах. юликах. Также Соединенные Штаты Америки запретили импорт в Россию одежды, ювелирных изделий и автомобилей класса люкс. И это как бы и сразу что-то в голову не приходит, ну какие там автомобили, их там Ford, да, это их автомобиль. Мне что-то первый пришел в голову, Cadillac, это их автомобиль, знаете, вот такой большой, длинный, такой белый, как белый лебедь, там, по-моему, Киркоров любит ездить на таком автомобиле. Ну, а теперь кто купил, тот купил, кто не успел покупать у того, у кого уже есть. Что касается вот этих вот, как я уже говорила, это касается российских летчиков и вертолетчиков. Вот в прошлом видео я об этом говорила, и я хочу повторить это еще раз. Почему я хочу повторить это еще раз? Что если российский летчик перелетит и сдастся в плен вместе с самолетом, он сохранит себе жизнь и получит миллион долларов. Если вертолетчик, точно так же он сохранит себе жизнь и получит 500 тысяч долларов. Так вот, прошло такая информация и видео, что когда подбивает самолет российский, украинские военные, летчики пытаются катапультироваться и катапульта не срабатывает или срабатывает на какой-то не такой высоте. Это одно и летчик туда, на землю. И если вдруг катапульта сработала, у летчиков не раскрываются парашюты. И там такое было видео, лежит такой себе весь в костюме и парашютик не раскрытый. то есть им специально повреждают катапульты, специально повреждают, делают неправильную укладку парашюта или там повреждают этот механизм для того, чтобы не попал в плен. Увы, увы, это не одинокие случаи, это очень много таких случаев. Ну и в заключение такое я хочу знаете такое немножко веселенького такого, потому что про летчиков как бы там ни было это грустно. Несмотря на то, что была пресс-конференция и выступали летчики российские, причем один, по-моему, он и в Сирии воевал, еще где-то там воевал, еще воевал, но попал в плен. Теперь останется живой. Денег, наверное, ему не дадут, потому что он не сдался в плен, а попал. Самое интересное, что он украинец и мать его здесь в Украине и он прилетел бомбить этот район практически, ну чуть ли не там, где мать живет его. И его мать уже в социальных сетях извинялась за то, что она вырастила от такого сына. Я не запоминала его фамилии, знаете, я не хочу этих упырей всяких запоминать фамилии, противно так. Ну, то, что я сказала, это веселенькое. Романа Абрамовича, конечно, знаете все. Это такой персонаж, он там еще начинал свою карьеру при Ельцине и Березовском. Уже и нет Ельцина, уже и нет Березовского, уже он там несколько жен поменял себе, детей не очень много. но он как бы был на плаву до последнего времени, буквально до вчерашнего дня. Он даже пытался участвовать в переговорах между Россией и Украиной, ну, что-то там это, бесславно он поучаствовал. Ожидая, что его посадят под санкции, он пытался продать свой клуб Челси. А знаете, это же ведь теперь пострадает и этот клуб, который его собственность. Значит, этот клуб, он теперь не может вести никакой коммерческой деятельности в футбольный клуб. То есть, никаких там этих футболок, никаких материалов, никаких там, там, все это под санкциями. Несмотря на то, что клуб этот находится в Англии. Но он его собственность. Я прочитала, что, я пошла и почитала его биографию Абрамовича. Потому что у меня почему-то в голове крутилось, что он был сиротой. Ну, это действительно так. Так он купил этот клуб Челси за 140 миллионов. В 2000, по-моему, четвертом году. В 2012 году этот клуб стал чемпионом там. Ну, и был такой успешный. То есть, это значит, хорошие были деньги. Он пытался его продать за 3 миллиарда. Ну, что-то никто не купил. Быстро. А зачем его покупать за 3 миллиарда? А вот теперь этот клуб продадут, денежки пойдут в пользу Украины. Как уже идут те деньги, которые Россия депонировала за рубежом в свои миллиарды, их уже складывают в Украине и уже можно эти денежки расходовать. Так вот, значит, произошел такой интересный момент. Ну, Абрамович, он же там подвязался-подвязался в России, где-то там далеко на севере. Ну, потом оттуда он же начал в Англию. Он там практически поселился в Англии, где-то там в районе Лондона. Там он все это жил, там он вел это все свое. Ну, а денежки у него шли отсюда, из России. Ну, знаете как он? Чувствовал, наверное, что сколько веревочки не виться, а конец будет. И он там все пытался получить разные гражданства, потому что он понимал, что это нужно. Ну, у него есть гражданство Израиля. И вот, значит, ну, в двух словах, да, это я потом. Ладно. Значит, в Португалии он прошел такой, прошла такая новость в прошлом году, что Роман Абрамович получил португальское гражданство. Я еще так подумала, с какой стати он так это получил, вообще, какое он имеет отношение к Португалии как-то. Никогда его имя не всплывало по поводу Португалии. И вот теперь, значит, лидер еврейской общины в португальском городе Порту Дэниел Литвак задержан по делу о гражданстве Романа Абрамовича. Я так это прочла сегодня, я думаю, какое имеет отношение этот лидер еврейской общины. А оказывается, слушайте, это вообще потрясающе, он выдал документ, в котором сказано, что Роман Абрамович является как бы потомком или принадлежит к потомкам, сефардских евреев, изгнанных из страны в 15 веке. Хорошо услышали? В 15 веке. Ну, я, знаете, так посмеялась про себя, подумала, какое имеет отношение Абрамович к евреям, изгнанным из Португалии в 15 веке. Как бы давненько это было. Ну, я тогда пошла и почитала, кто были его родители. А на основании вот этого документа, который ему этот выдал Родин, можно получить еврейское, как это, не еврейское, а португальское гражданство можно получить. Я не знаю, каким это образом делается, ну, наверное, ему какую-то родословную там нарисовали, я не знаю, как это делается. Может, там анализ крови какой-то. Я пошла и посмотрела в Википедии вообще, кто он и что он, и кто его родители. Очень интересно. Значит, Абрамович родился в 1966 году. По-моему, в городе Саратове. Я так не очень запоминала, где он родился. Ну, по-моему, там. А его родители, мать была его Ирина Васильевна Михайленко, украинка, из Украины. Но у нее, правда, мать еврейка, я посмотрела там, ну, судя по фамилии. Отец украинец, то есть дедушка его. То есть, мать у него, как бы, не знаю, передается ли по ней вот это вот его еврейство, оно должно же передаваться по матери. Отец. Аарон Абрамович Лейбович. Так вот, Абрамович родился в 1966 году. Мать его умерла, когда ему был один год в 1967 году. Отец умер в 1969 когда ему было три года. То есть, ну да, он был цирота. И воспитывался он дядей. Я не знаю, по чьей линии, по линии отца там, или, по-моему, по линии отца он воспитывался. Вот он воспитывался у него. Родители матери Абрамовича родились в Украине. Родители отца белорусские евреи. То есть, португальских каких-то там евреев в таком вот двух поколениях не просматривается. очень интересно. Ну, теперь я не знаю, как это будет. Как это выгонят его из граждан Португалии или нет. и как там Португалия по поводу санкций. Ну, у него, по-моему, уже яхту какую-то отобрали. Что-то еще там отберут. Ну, отберут у него все. На него наложили уже санкции, по-моему, со вчерашнего дня на него наложены санкции. Поэтому там все, что нажито непосильным трудом перейдет в пользу Украины. А вам, россияне, не достанется. Вы знаете, это вот такой парадокс очень интересный. То есть, вот эти все ваши миллиардеры, они вас ограбили, россияне, ограбили. А потом, как дураки, пошли воевать с Украиной. И эти бы их богатства если бы вы там подсуетились хорошо в свое время, могли бы вернуться к вам, вам бы их вернули. А там еще в Америке где-то болтается русский триллион по банкам там и этим углам или где-то оно попрятано. А так эти денежки теперь пойдут на развитие и восстановление Украины. Вот мне интересно, Путин этого хотел для вас. Он этого страстно желал для вас, но он этого добился. А вы его поддерживаете. Так что в Украине, как я уже сказала по моему прошлом еще видео, уже разрабатываются планы восстановления. Сейчас как бы Россия стала меньше продвигаться куда-то, ну потому что они на издыхании, у них уже некем воевать и они воюют теперь с мирными гражданами. Вот они уже убили в Мариуполе больше полутора тысяч людей, не все учтены, потому что люди еще очень много людей под завалами погибших, а их разобрать нельзя, все время обстреливают. Все крупные города Украина обстреливается. Вчера уже и Днепропетровск обстреляли, есть разрушение. Поэтому Украина не опускаем руки, боремся. Слава Украине! Украина по надусе! И мы с вами будем еще праздновать. Боже мой, как хочется, как я этого жду! И как я этого вам желаю!